Всем привет! С вами Дарил Илыч и сегодня новый видео обзор. Сегодня мы будем разговаривать с вами про монитор. Сегодня у нас на обзоре монитор от компании AOS, либо AOC. Называйте как хотите. В простонародье их еще называют лосями. Почему именно данный монитор? Вообще компания AOS это компания из Тайвани. Она появилась на рынке позже, чем известные бренды как Philips и так далее. Но она завоевала свой сегмент. Она выпускает недорогие, но качественные мониторы. Причем в разных сегментах. И в бюджетных, и в средних, и даже в профессиональных. Что хочется отметить. Данный монитор имеет диагональ 22 дюйма. То есть об этом мы можем посмотреть на модельке данного монитора. Вот фактически это 21,5. Моделька i2276VW. И диагональ сантиметра имеет 54,7 сантиметра. Почему именно данный монитор? Это самый недорогой в этой диагонали монитор с матрицей IPS. Более того, он имеет такие разъемы, как VGA и цифровой DI. Что касается самого монитора. Ну, в принципе, пока мы не скроем коробку, мы не узнаем. Поэтому давайте ее откроем вместе. Сейчас скотч у нас тут все заклеено. Скотч заводской. Поэтому давайте вскрывать и, собственно, смотреть, что у нас внутри. Монитор запечатан очень хорошо. Но, скажу, то есть не хватает ручки. Все-таки это очень удобно, когда на мониторах есть ручка сверху, чтобы нести эту коробку. А не просто вот эти вот боковые ручки. И вам приходится задействовать две руки. Итак, мы открываем коробку. Ну и, собственно, здесь мы можем увидеть все наше расположение монитора. Как подключаются, какие кабели, как, собственно, собирается данный монитор. Итак, что у нас сверху? Сверху у нас есть обычная пенопластовая крышка, которая просто, скажем, удерживает монитор внутри. Вот. Так, теперь мы можем достать подставку, чтобы монитор устойчиво стоял на столе. Так, кабель питания. Так, это у нас DI кабель цифровой. Это у нас VGA кабель. Кстати, мониторы AOS всегда в комплекте идут с кабелями для тех разъемов, которые существуют на данном мониторе. То есть, если бы был разъем HDMI, был бы кабель HDMI. Если был бы разъем DisplayPort, был бы кабель DisplayPort. За что отдельное спасибо компании. Что, собственно, так уделять. Ну и, собственно, сам монитор. Внутри у нас остается только пенопласт. И все. Так, собственно, монитор. Монитор у нас, как и должен поставляться, то есть, идет в пленке. Пленка в передней части, где находится дисплей, у нас защищена вот такой вот мягкой, скажем, пленочкой. Сзади, в принципе, обычная прозрачная. Собственно, открываем, смотрим наш монитор. Так, что хочется отметить. Монитор чистенький. Никаких следов тайваньских работников нет. Сзади, собственно, здесь не глина пленка. И все. То есть, все просто и понятно. Имеется Нога. Нога уже установлена. И что-то дополнительное вам сюда установить уже не нужно. То есть, вам нужно просто взять подставку. Вот, например, нашу подставку. И, собственно, установить ногу в нее. Делается это несложно. То есть, берем, прикидываем, как это у нас должно быть. И закручиваем. Все очень просто. То есть, справится любой, кто будет данный монитор собирать. Что касается подставки. Подставка регулируется по наклону. Ну, не скажу, что она прямо очень устойчива. Возможно, нужно еще докрутить. О, теперь уже надежнее. Все. Собственно, вот наш монитор собран. И остается его только подключить. Давайте подключим его к системному блоку. И, собственно, все посмотрим сами на эту картинку. Сразу же проверим, какие-то битые пиксели. Есть ли что-то или нет. Все просто, строго. То есть, черная рамка, серая подставка. Простой, спокойный дизайн. То есть, подойдет как для дома, так и для офиса. А также отмечу, что у данного монитора очень хорошие обзоры. Это 178 на 178 градусов. То есть, с какой бы стороны вы ни смотрели, вы всегда будете видеть четкую картинку. Так, давайте подключать. У нас внизу стоит системный блок. То есть, он работает, он подключен. Поэтому давайте подключим сначала через VGA-разъем или разъем D-100. Так, теперь нам еще нужен кабель питания. Кабель питания у нас простой. Единственное, не компьютерный разъем у него, а разъем для, как для блока питания, для ноутбуков. Так, можем сейчас посмотреть. Так, у нас все подключено. Для того, чтобы нам включить, нужно нажать кнопку питания. И эта кнопка посередине. Все, лампочка загорелась. И смотрим. Так, нам показывают, что нет сигнала. Это, возможно, связано с тем, что кабель недоподключен. Продолжение следует... Очень неудобно закручивать. Я так понимаю, пока мы не закрутим, мы ничего на нем не увидим. Продолжение следует... Не знаю, с чем это было связано. Вот, сейчас мы все с вами видим. Сейчас у нас все подключено и работает. Так, заходим и смотрим. Картинка, я вам скажу, здесь очень классная. Вот, даже по сравнению со своим монитором, я смотрю, она похожа, но мне кажется, здесь все-таки немножко получше. Разрешение здесь Full HD, поэтому это, ну, так скажем, для такого размера это оптимальное разрешение, это даже очень хорошее разрешение, потому что я, например, пользуюсь монитором 23 дюйма и тоже с Full HD разрешением. Вот, соответственно, пикселей там уже чуть побольше. Ну что, друзья, все классно, все работает, все как нам надо. Цвета хорошие, красочные. Возможно, кому-то понадобится калибровать монитор. В принципе, это нужно всем при покупке нового монитора, чтобы он вызывал реальные цвета. Ничего не приукрашал или, наоборот, не ухудшал. Как вы можете видеть, картинка супер. То есть, по углам обзора, да, действительно, то есть, углы обзора очень большие и картинку видно даже вот сейчас, где я сижу вот по таким углам. То есть, я, в принципе, все четко и хорошо вижу. Экран здесь матовый. Экран, как вот по мне, так он хороший. Имеется вот такая черная пластиковая рамка. Она сделана под металл, то есть, с такими рисками, под шлифованный металл. В принципе, все классно. Итак, я думаю, в принципе, можно подводить итоги. То есть, DVR-земы можем подключить. Ну, в принципе, там ничего особо не изменится. Вот. И я не сомневаюсь, что там не будет работать или еще что-то. В общем, что касается данного монитора. Я считаю, что за эти деньги это очень классный монитор. И вы не пожалеете, если, допустим, его приобретете. Для кого-то может показаться, там, смущать или еще что-то. Допустим, производитель компания АОК или АОС. Вот. Но я скажу вам так. То есть, компания делает давно уже мониторы и делает хорошо. То есть, я на себе проверил, на своем мониторе. Поэтому, друзья, не переживайте. Смело можете эту фирму брать. Вот. Что касается диагонали. Диагональ 22 дюйма. По факту здесь 21,5. Диагональ достаточная. То есть, для работы, для дома вполне вам хватит. Вот. Разрешение Full HD тоже здесь достойно. То есть, если вы будете рассматривать, например, мониторы с диагональю 23 дюйма. Вот. Ну, давайте я вам покажу, как сильно отличается. Так, для примера, вот мой монитор. Так, 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 так. Давайте все это дело отключим. То есть, если сравнивать два монитора. Вот этот монитор у нас 22, этот монитор у нас 23. То есть, что касается рамки, то она высоту выше примерно на сантиметр. Вот. А если мы будем рассматривать ширину, ну, в ширину порядка 4-5 сантиметров. В принципе, посмотри мне так за этот монитор, я, возможно, разницы особо не почувствую. Вот, можете посмотреть, тоже у меня монитор, тоже авок на IPS-матрице. Вот. Брала его из-за его толщины. То есть, вы можете посмотреть, эта толщина, ну, не больше, наверное, 12 миллиметров. Вот. Потому что вся начинка здесь находится в нижней части. Вот так вот. Ну, и заключение. Хотелось бы рассказать про заднюю сторону. Ее, конечно, мало кто видит. Но все-таки хочется отметить, что здесь есть. Задняя сторона у нас матовая. То есть, если, например, когда мы сними пленку, то здесь будет фактура под карбон. Центральная часть у нас глянцевая. Тоже снимаем пленочку и все красиво. Вот. Ну, опять же, это красиво до той поры, пока не потянет пыль. Вот. На этом можно подвести конец данному обзору. То есть, хочу сказать, что монитор действительно хороший. Смело стоит брать. Более того, отклик у этого монитора имеет 5 миллисекунд. Поэтому в любые игры смело играем. И, собственно, шлейфов никаких не видим. Вот. Если вам понравился мой видеообзор, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok